Я никогда не думал, что человека можно принудительно похитить куда-то. Мне подмешали в воду нейролептик. Меня привязали к кровати. Сейчас мы поясним тебе за твою ***. Ты не трансгендер, у тебя психическое заболевание. Я просто потерял сознание от того, как сильно меня избили. Если ты этого не подпишешь, тебя не будут кормить, тебя никуда не отпустят. Боясь за свое здоровье, мне пришлось это все подписать. Такой ад там происходил, избежать оттуда практически невозможно. Прямо сейчас в реабилитационных центрах и психиатрических клиниках в России насильно содержатся здоровые люди. Чаще всего их помещают туда их собственные родственники. Унижение, трудотерапия, применение гормональных или психотропных препаратов, избиение, изоляция от внешнего мира, военная муштра, гипноз, лишение еды, а иногда даже так называемое корректирующее изнасилование. Именно так в России лечат, а по факту калечат представители ЛГБТК. Называется такое лечение конверсионной или репаративной терапией. В ее основе представление о том, что ЛГБТК люди больны, и их можно вылечить. Стоит такое стационарное лечение от 10 до 130 тысяч рублей в месяц, в зависимости от учреждения. Эти методики не признаны в научном сообществе, а эффективность конверсионной терапии не доказана. Несмотря на это, находятся люди, готовые платить десятки, а то и сотни тысяч рублей, чтобы их близкие стали жертвами карательной психиатрии и месяцами содержались в неволе. Мы расскажем, кто продвигает конверсионную терапию в России, через что приходится проходить ее жертвам, и при чем здесь выбор души и высшее «Я». Сотрудники, врачи и психологи лечебно-рабилитационного центра «Феникс» приняли решение о начале бессрочной акции «Стоп ЛГБТ! Спасите своего ребенка!» Конверсионная терапия неэффективна и опасна для здоровья. Чтобы убедиться в этом, мы провели эксперимент. Прошли путь от поиска учреждения до сеанса со специалистом. Клиники и реабилитационные центры, которые занимаются конверсионной терапией, то есть пытаются вылечить ЛГБТК людей, как правило, не пишут об этом на своих сайтах напрямую. Основные направления их работы — это лечение алкогольной, наркотической и игровой зависимостей. Как выяснилось, они охотно принимают к себе и ЛГБТК персон. Лечение в большей части учреждений построено на программе «12 шагов». При этом сами пациенты нередко говорят, что лечение часто сопровождается религиозными нравоучениями. За время работы над расследованием мы насчитали более 10 мест по всей России, которые предоставляют услуги конверсионной терапии. Прогресс дошел до того, что лечение от, например, трансгендерности и гомосексуальности может проходить даже онлайн, буквально по скайпу. Мы убедились, насколько просто отправить человека на такое лечение, как онлайн, так и в реальном учреждении. В качестве эксперимента я обзвонила клиники, реабилитационные центры, частные практики, которые предлагают услуги конверсионной терапии. Так, словно хочу вылечить своего близкого человека. Провести такой ненаучный эксперимент может любой человек. Вот что он услышит в ответ. Я думаю, что он гей. Лечите ли вы такое? Ой, смех и грех. Сколько ему лет? 19. Ну, видите, так на расстоянии трудно поставить какой-то диагноз. Так-то, если, конечно, у вас есть возможность его привести на прием, на приеме уже с ним поговорить, посмотреть, и тогда уже делать какие-то выводы. Гей? Да ну, почему он гей? Не гей он. Хороший мальчик. Я почему-то его вот вижу как нормального пацана, просто какого-то такого застенчивого. Почему-то мне он кажется такой по отношению к девочкам. Ну, то есть можно это вылечить? Да, были обращения. Ему нужно избавиться от ощущения, что он гей, или что он сам гей, или до реальности он гей, или ему кажется? Да кто же его знает? А, понятно. Ну, скорее всего, ему кажется. Он понимает, что в его состоянии необходимо разбираться? Он считает это нормальным, но он готов поговорить со специалистами. Угу, угу, я вас поняла. Это вопрос касается именно смены пула, или же просто в его каких-то сексуальных предпочтениях? Он утверждает, что он гей. Угу. А сколько ему лет? Девятнадцать. Записаться я вам советую на консультацию к Ольге Александровне Бухановской, это нашему главному врачу. Ну, а так вообще у вас были, да, такие случаи, получалось? Конечно, конечно, да, еженедельно, тем более сейчас, когда такая шква просто информации всевозможной в интернете и везде. Да, и случаи у нас участились, и каждый случай у нас рассматривается и разбирается индивидуально. А как будет проходить само лечение? Ну, то есть это нужно его привести к вам, получается? Да, да. Угу. А надолго? Ну, мне сложно сейчас сказать. Ну, за два-три месяца вряд ли что-то получится. Надо настраиваться на серьезную работу. Ну, то есть это полгода-год? Где-то так, да. Ну, специалисты собирают психосоциальную историю, вот, и уже разрабатывают индивидуальный реабилитационный план. Методов очень много, но тут же многое зависит и от человека. То есть какие ему приемлемы, какие неприемлемы. Кому-то может быть достаточно, там, да, провести обычную психокоррекцию, и это будет занимать месяц. А кому-то, может быть, с полным погружением и оценкой его, там, психоэмоционального состояния, все разбором по каждому этапу в его жизни. То, возможно, и полгода, и восемь месяц. То есть это все индивидуально. Он хоть сам-то будет участвовать, так сказать? Или вы будете вместо него? Нет, нет, мы его уговорили, он будет, да, будет. А, ну, хорошо. Да, его опросят, там, составят план терапии. План терапии из аудиозаписи для домашнего прослушивания. Потому что там нужно слушать, примерно, там, месяц-два, ну, так, ориентировочно. Там будет некоторое улучшение уже, там, в течение недели, но нужно просто, как бы, слушать, там, по времени. Это ему все, психолог, все расскажет. То есть он уже начнет слушать, уже начнется у него все это изменить, происходит. Переобучение его эмоций, переобучение вот его ощущений, там. А как его день будет устроен? Ну, утро, там, подъем, молитвенные правила, завтрак. И дальше начинаются терапевтические мероприятия с психологами. Потом обедки, сейчас продолжение терапевтических мероприятий с психологами. Полдинг, значит, там, спортзал, свободное время и ужин и продолжение терапевтических мероприятий, обои. Может быть, ему надо просто с девушкой встретиться и познать, как говорится, прелести интимных отношений. Если его, значит, эта точка будет поставлена большая, жирная, навеки. И там, в сторону своего пола, да, будет только так вот, ну, чисто дружески, пивка попить, поговорить или о чем-то и все. А сколько это будет стоить? Ну, по поднякам, это 50 тысяч рублей в месяц. У нас всего одна консультация. У нас стоит 7 тысяч дистанционно. А, например, длится час. Ну, там вот в этой ссылке, в которой он пришел, там все написано. А я читала, что гомосексуализм – это не болезнь, лечить это не надо. Лечиться – это не лечиться. Это однозначно, это просто вот, ну, общение с психологом и всего лишь. Это вот, сами подумайте, как это лечится. Нет, это не лечится. Это просто разговаривается. Ну, в общем, вот кто к нам обращался, все, как бы, все от этого состояния геи излечиваются. В Великобритании, да, я могу, например, посылать организации. Вот, Германия. То есть вы думаете, то, что вот прям вот мы одни и все, вот такие гениальные. Нет, просто Россия столкнулась с этой проблемой раньше. Вот, есть страны вообще, которые приняли, что все, человек может быть только таким, и все. Вот, это неразвитые страны. И такой страной оказалась, к сожалению, Испания. Вот, казалось бы, да, футбол играть умеют. Вот, а вот до этого додуматься не могли. Лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры. Ну, они же были всегда, но никогда они так не стремились доказать, что они пи***ты. ЛГБТ сегодня это инструмент гибридной войны. То, что это без преувеличения угрозы человечеству. Перекройка сознания, уничтожение вековых устоев нашего народа, семьи. Вот это вся садовея, мне кажется, это чуждо нам. Они психически больны, которые заявляют о том, что они противоположного пола. И хотят сменить пол. Это все душевно больные люди. А трансгендеры хороши, в кавычках, еще и тем, что они не только бесплодны, но они и сами очень быстро после этих операций или умирают, или кончают с собой. Мы говорим, вот такими мы не будем. Фу, такими быть. ЛГБТК-люди постоянно подвергаются нападкам российских чиновников, политиков, телеведущих и даже некоторых врачей. Никакой научной основы под их высказываниями нет. По сути, это травля, прикрытая якобы заботой о традиционных ценностях. Список источников по теме можете найти по ссылке в описании этого видео. Впрочем, несколько лет назад в России появилась организация, поставившая своей целью опровергнуть современные научные представления об ЛГБТК. И что удивительно, эта организация светская, действует она по лекалам западных мозговых центров, то есть проводит общественные кампании и публикует статьи в научных журналах. Эта организация называется «Наука за правду», а ее главный манифест — это 700-страничный труд риторика гомосексуального движения в свете научных фактов. Вы, наверное, никогда про нее не слышали, А все потому, что убедить они пытаются не широкую публику, нас с вами, а в первую очередь экспертов и людей, принимающих решения. Вот как это работает. Книгу презентовали в России. С ней даже фотографировался академик РАН, заслуженный врач России Геннадий Онищенко. Она официально выпущена и продается в Польше, на польском языке. Версии книги можно найти на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и даже в библиотеке Конгресса США. Книга, как и другие работы авторов «Науки за правду», написана научным языком, так что принять ее за художественное произведение просто невозможно. Но когда вчитываешься в смысл, невозможно принять и за научную работу. Вот несколько выводов из книги. Имеется существенная база эмпирических и клинических данных, свидетельствующих о том, что гомосексуальное влечение поддается эффективному устранению. Гомосексуальное влечение и педофилия являются пересекающимися категориями, основанными на вариациях гомосексуального влечения по возрасту объекта влечения. А еще «Наука за правду» публикует статьи об эффективности и безвредности репаративной терапии, утверждает, что секта ЛГБТ вербует детей, рассказывает о рисках для детей, воспитывающихся однополыми парами, и убеждает, что сексуальную ориентацию можно изменить. Важная деталь. Основатели этого движения по большей части не раскрывают своих имен. Один из них — Иван Куриной. Он называет себя независимым экспертом и ученым. Это неправда. Иван Куриной — это псевдоним. Настоящее имя — Алексей Новоселов. Раньше он работал на железной дороге. Отсюда, вероятно, и его другой псевдоним — Путеец. Под этим псевдонимом он долгое время пытался редактировать статьи в Википедии, касающиеся ЛГБТ-тематики, за что и получил там бан. Раньше высказывания ученого были еще более отчаянными. В 2016 году он писал о том, что родинки — это искажения ДНК, вызванные алкоголизмом, радиацией и нарушениями нравственности предков. И описывал признаки антихриста в лице Барака Обамы. Напомним, этот человек представляется экспертом и ученым, и утверждает, что ЛГБТ-к людей надо лечить. Еще интереснее дела обстоят с главным идейным вдохновителем науки за правду Виктором Григорьевичем Лысовым, который представляется доктором философских наук по медицине. Это выдуманная личность, такого ученого не существует. Тем не менее, человек или группа людей написали несколько объемных так называемых научных работ про гомосексуальность. Лысова не существует, но у него есть вполне реальные рецензенты. Александр Михайлович Медведев, кандидат психологических наук. Ирина Васильевна Силуянова, доктор философских наук. Профессор, член исполкома Общества православных врачей России. Александр Алексеевич Деревянченко, профессор Института технологии управления МИРА. Это в России. А в Польше его книгу рецензировала Анна Мандрелла, доктор гуманитарных наук в области философии, историк и блогер. Она даже участвовала в парламентских выборах. Кстати, польское издательство «Тритом», в котором вышла книга Лысова, откровенно антисемитская. Но мы уже не удивляемся. Мы решили проверить, как проходят онлайн-сеансы конверсионной терапии. Для чистоты эксперимента в них участвует волонтер, представитель ЛГБТК-сообщества. После вторжения России в Украину он уехал из России. Сейчас он живет в Европе, работает в правозащитной сфере. Наша съемочная группа фиксирует сеансы, но никак на них не влияет. Мы помогаем, еще раз повторюсь, с помощью техники риксонского гипноза, терапевтического, обучить или переобучить новым навыкным умением. Но ты же понимаешь, что сейчас психология уже на таком уровне, что даже ядерный транслюктуализм, он исцелит, ну как, его можно изменить. А что это такое? Ну и хорошо, хорошо, что ты еще не совсем в этом во всем разбираешься. Есть техника соединения с Высшим Я. Высшее Я — это наше сверхсознание. А сверхсознание — это та часть наша, Духа, Духа, невоплощенная. В нас воплотилось 30%. А 70% — вот это наше сверхсознание, оно находится выше Духовного мира и наполнено Светом Творца. То есть это такой наш гиперисточник космический. Как бы положительный случай, когда действительно ребята приходят, и они запутавшиеся, да, и они понимают то, почему, вот. Их жизнь меняется, они обретают свободу, обретают полноценную жизнь. Допустим, да, у нас был такой пример. Мужик здоровый накачал 30 плюс в Эмиратах, да, в Дубае. Его в детстве воспитывал, в общем, бабушка хотела что-то там, внучку, ну, прородился внук, и вот детский период, юношеский, она его там все-таки какие-то куклы покупала, пыталась какие-то плести там косы, еще что-то такое. Бывают такие случаи, что в два года ребенок уже все его тянет, и в четыре, и там, ну, прям вот серьезная трансформация личности. Это бывает на разном фоне. Тогда, когда ждут девочку, рождается мальчик, и, соответственно, у ребенка с утробы матери идет неправильная самоидентификация. В 30 плюс он был, обратился у него в гомосексуальный УПР, то есть он сам понимает, что как бы ему это не нравится чуждо, по факту, да, времени, скажем так, но он уже ничего сделать не может, не знаю, как избавиться, как бывает тогда. Были ли у тебя отношения с мужчинами? Да, были, ну, немного, но у меня и с девушками не очень много было отношений, но и с парнями тоже были, да. А порно ты со скольки лет смотришь? Я знаю, как это ищется легко, и очень много детей попадает на это все, и как бы начинают смотреть, это им кажется привлекательным и влезают. Вот так вот и растет процентность гомосексуальности. Мы задаем вопросы по поводу женщин, да, то есть, ну, на самом деле, я выбрала в духовном мире мужское тело. Я выбрала тело. Почему я не могу, например, не хочу пользоваться им в полной мере того, как выбрала моя душа? Это тоже будет довольно интересный вопрос. То есть, подумайте, это я как пример. Подумайте и накидайте вопрос в 10, чтобы я могла уже вернуть туда, куда вот хочется вам. Единственное, что я хочу тебя обрадовать и сказать, да, у тебя изначально не было влечения к мальчикам, да, вот, как мы понимаем, это приобретенное влечение, это не врожденное влечение, в твоем случае точно. Если человек сам хочет избавиться, да, мы можем ему помочь, можем ему там стать более мужественным, или, так сказать, девушка более женственная, да. У тебя все намного проще, вот, и разгрести это будет очень просто. Я просто рассказываю, а все равно выбор за вами, я не хочу вас тратить. Тебе просто нужно разобраться с собой, в общем, что к чему, вот, ты сейчас находишься в поиске, но ты недалеко зашел. На сеансах конверсионной терапии наш волонтер провел около пяти часов. Мы попросили его поделиться впечатлениями. Конечно, как будто мне в уши налили просто интересных сказок. Методы работы, которыми они пользуются, они абсолютно ненаучны, никак не подкреплены никакими абсолютно ни исследованиями, ни методиками, которые хоть как-то релевантны в работе с психикой человека. Поэтому, если у вас действительно есть какие-то проблемы с принятием себя, нужно обращаться к людям со специализированным образованием, которые знают точно, что нужно делать и что может помочь. Онлайн-лечение – это полбеды. Онлайн-терапия выглядит смешной и нелепой. На самом же деле, такое лечение бывает по-настоящему страшным, когда люди насильно отправляют своих родственников, как правило, гомосексуалов или трансгендеров, на лечение от этой болезни. Их хотят вылечить буквально любой ценой. Через это прошли наши героини Ада и Александра – трансгендерные девушки. Аде 23 года, она журналистка, политическая и квир-активистка. Девушка жила в Москве, а после начала войны в Украине переехала в Калининград. После того, как родные решили их вылечить, жизнь девушек изменилась. Возможно, навсегда. То есть это было такое место, очень далеко от города, километров 80, наверное, если по дороге ехать. Напрямую, наверное, 50. Это была такая территория возле деревни, окруженная большим забором зеленым. И часть забора была с колючей полкой, где было легко его просто перелезть. Там было два больших дома, собственно, жилых, и несколько технических помещений. В частности, это был сарай для животных, это был дровник, и это был уличный туалет. С углевной ямой, которую надо чистить самим пациентом. Единственное, что у нас было из комфорта, это электричество. И весь этот дом был в решетках на окнах. Просто туда привозят людей, там живут наркоманы, алкоголики. Оттуда никто не пытался сбежать, и сбежать оттуда, ну, в принципе, практически невозможно. То есть если есть реабилитационные центры, где продумана безопасность, это вот как раз такой случай. Мое время нахождения там мне удалось застать от 18 человек минимум до 50 человек, это максимум. Формально он себя позиционирует как наркологический революционный центр. Но фактически они предлагали просто таблетку от всех болезней. Я сделал каминг-аут в 2021 году. Меня похитили в революционный центр с целью репаративной терапии в августе 2022 года. И сбежал я оттуда в мае 2023. Нельзя равнять трансгендера, транссексуала и человека с зависимостью алкогольной или наркотической. Нельзя одни и те же подходы делать. Это совсем как небо и земля. Более того, по закону F64.0 нельзя даже пальцем трогать, нельзя его лечить. Иначе это 128-я статья Уголовного кодекса. Если только добровольно скажет, да, я хочу лечиться, тогда другое дело. Причем искренне скажет. Перед самым сочинением похищениям я находилась в Калининграде, потому что мне было очень-очень страшно находиться в Москве вследствие своего антивоенного активизма. И мне пришло сообщение от матери, что у нее проблемы с сердцем и что она хотела бы, чтобы я ее сопроводила. Я открылась сестре первым делом. Она меня очень сильно поддержала. Она сказала, что она все поняла и она, в принципе, очень положительно к этому относится. И мои родители отнеслись к этому нормально, к трансгендерному переходу. Но они категорически поменяли свое мнение, когда я сказал, что я планирую поменять документы. Вот именно это их заставило сильно начать переживать, отрицать, сопротивляться этому. Отношения на момент данного сообщения у нас были немножко накаленные, мягко говоря. И в какой-то момент у нас просто случился конфликт, можно сказать, ссора такая, в которой моя мама начала меня игнорировать, а у нас с ней была договоренность, что вот я приеду к ней пожить на два месяца. И вот, собственно, я у нее жила, и пошел второй месяц как раз, и произошел конфликт. И на фоне этого конфликта они решили, что все-таки меня надо лечить. На тот момент я уже планировал миграцию в другую страну. У меня все очень-очень хорошо налаживалось. Я действительно думал, что это такой некий знак свыше, что сейчас в сказке перед своей миграцией я успею наладить отношения с родителями. В начале августа, когда у нас, собственно, был самолет в Новосибирск, мы встретились с матерью, сели на самолет и, собственно, полетели в Новосибирск. Каким-то образом через моего отца нашли так называемую службу интервенции. И выглядит это следующим образом. Вы звоните туда и, в принципе, говорите адрес. Приезжает команда людей, задача которых перевести вас. Перевести вас физически в какой-то определенный адрес. Мы прилетели, и нас встречал трансфер до больницы. Я на самом деле не была удивлена, потому что я из довольно-таки богатой консервативной семьи, немножко с религиозным уклоном. Я как бы уже свыклась, что личные трансферы и тому подобное, это уже некая данность. Когда уже прошло два часа после того, как мы ехали в автомобиле, я поняла, что мы не совсем едем в Новосибирск. Скорее всего, мы едем куда-то не туда. На самом деле сказали, да, что действительно мы едем в Алтайский край. Спустя некоторое время мы съехали с основной трассы на сельскую дорогу. Там в один момент на очень темном переулке машина остановилась. Мать вышла. Позвонили по какому-то номеру в течение 40 минут. Значит, приехали два человека, выглядели они крайне дружелюбно. Пришло два человека вот ко мне на кухне, просто сели и начали со мной говорить. Я постарался выйти за ней, но дверь была заблокирована на детский режим, поэтому я банально не могла выйти. Я постарался перелезть через сиденье, чтобы вылезть через место матери, но ко мне подсел такой здоровенный мужик, которого можно описать, как бандит из 90-х, довольно-таки такой клишейный. Прижал меня к стене, начал убирать мне электронику всю. Водитель, который был спереди, тоже был такого немножко бандитского вида. Отдавал у него рейкзак и оттуда начал все доставать. И в какой-то момент весь разговор перешел в то, что вот, слушай, ты знаешь, мама очень переживает, мама очень волнуется, ей нужно, чтобы мнение специалиста, какого-то профессионала. Но вот ты подумай, ты разве куда-то торопишься сейчас? Ну, поехали, просто съезди, и мы вернемся тут же. И звучит следующая фраза, прошу прощения за слеры. Сейчас мы поясним тебе за твою пи***ню. И меня, собственно, отвезли в сам центр. То есть они добровольно меня уговорили под обманом, под предлогом, то, что вот они меня покажут врачам, врач просто скажет маме, что все в порядке, и мы вернемся домой. В итоге, конечно же, меня там оставили в стационаре, меня там держали. У меня сначала не забрали мобильный телефон, а когда я поняла, что происходит что-то странное, я набрала в полицию 112. И тогда меня не просто у меня отобрали телефон через 10 секунд этого звонка, меня привязали к кровати и сказали мне, что звонить мне никуда нельзя. Я говорю, вы понимаете, что меня сюда обманом привезли? Я сюда не соглашалась ехать, и мне не нужна никакая помощь. Я нахожусь в полной адекватности, ясности ума, у меня есть понимание там о своем диагнозе. У меня там есть психотерапевт, и вообще я пью гормональную терапию, которую вы меня лишили, потому что я не взяла с собой сюда ее. Александру привезли в дорогую наркологическую клинику на северо-западе Москвы и отказались отпускать, несмотря на ее просьбы. Спустя несколько дней девушку выписали из этой клиники, но у выхода ее снова ждали люди из так называемой службы интервенции. Клиника была лишь первым учреждением на пути к реабилитационному центру, в котором она проведет больше года. Они не говорили мне, куда они меня повезут, в общем. То есть я иду просто, потому что я не могу выйти с территории этой клиники без машины. Там она так устроена, оттуда можно выйти только на машине. Я сажусь в машину и начинаю в какой-то момент понимать, что меня опять похищают. Я начинаю сопротивляться. Я понимаю, что мне нужно вернуться, и любым образом нужно добровольно покинуть самостоятельно в одиночку это заведение. Но мне не дают, меня принудительно запихивают в машину просто силой. Я начинаю кричать, пытаться обратить внимание людей вокруг. Ну, никто не реагирует. Сажают меня в машину, у машины заблокированы двери, окна, там нельзя оттуда выйти. И везут, везут дальше в следующее заведение. В тот день Александру привозили в несколько учреждений, но она отказывалась подписывать согласие на госпитализацию. Ей пригрозили, что проводят так целый день, пока в каком-то из учреждений она не подпишет согласие. И действительно, в одной из клиник ее уговорили. И она провела там еще три недели. И вот через три недели меня опять таким же образом приехали два человека. Вроде как меня выписали, но опять от выхода отделения они меня проконвоировали к машине. И опять повезли меня. Только мне уже сказали, куда меня везут, что меня везут в реабилитационный центр. Отвезли меня в этот реабилитационный центр, меня привезли на закрытую территорию, где меня встретили несколько мужчин. И уже бежать там никуда было некуда. Первые дни в центре я, мягко говоря, не понимал, где я нахожусь и максимально это отрицало. Меня пытались сначала добровольно заставить подписать документы о том, что я хочу добровольно быть в данном центре. Меня заводят в эту комнату, обыскивают все мои вещи. Хорошо, что в трусы не залезли, но практически все, кроме трусов, они обыскали. Мне ничего не объяснили. Сел человек рядом со мной и сказал, ты это должна подписать. Если ты этого не подпишешь, тебя не будут кормить, тебя никуда не отпустят, тебе не дадут еды и воды, ни с кем тебе не дадут общаться, пока ты не подпишешь этот документ. Твои родители, говорил он, этот человек, уже подписали определенные документы в офисе, заплатили за тебя деньги, поэтому ты в любом случае здесь останешься. Но вот ты должна подписаться. Они заставили меня подписать под угрозами и отказываясь дать мне возможность ознакомиться с содержимым документа. Я понимал, что это ужас, и такое подписывание как минимум нелогично. И я, соответственно, отказывался до самого конца, пока ко мне не применили силу. И я банально боясь за свое здоровье, мне пришлось это все подписать. Как говорится, здоровье важнее. Там было два человека за все время, которые, скажем так, полностью отказались выполнять правила. Их оттуда увезли в более тяжелое заведение, заведение, где уже применяется физическое насилие. Я был в конверсионном центре, так называемом, 9 месяцев. Он, нельзя сказать, что был религиозной правильности, но, как и многие программы, такие революционные центры, которые построены на 12 шагов, он имел некую религиозную подоплеку. Нельзя отказаться от какого-то мероприятия. Нельзя говорить о себе то, что ты думаешь. То есть там за все предусмотрена жесткая система наказаний. Больше всего, что в центре убивало, и то, что больше всего заставляло выгорать, это одинаковое расписание и одинаковая нагруженность. То есть это был бесконечный день сурка. Подъем, купание в реке, неважно, сколько градусов на улице, минус 30, минус 40, плюс 30, плюс 40. Каждое утро купание в реке. Завтрак, писание дневника, молитва, может быть, какая-то лекция, либо какая-то другая информационная программа. И таким образом тебя вставят в такую систему, и ты начинаешь выполнять все их правила. Ты начинаешь посещать все их мероприятия, говорить о себе то, что они от тебя требуют говорить. Гендер использовался против меня не сразу. То есть не сразу меня пытались переделать в мужика. Это было совсем не сразу, это было постепенно и делилось на три этапа. То есть в первый этап меня вообще не пытались переделать, во второй этап просто мне запретили, например, садиться с девочками, потому что там было такое правило, что девочки не имеют права сидеть с мальчиками. Работа. Чаще всего она была для меня тренингом с их стороны, маскулинизирующим тренингом, насколько я помню, они его называли. Скажем, пока другие могли там убирать здания, там еще что-то, я должна была рубить лес, пилить лес. Из меня пытались, видимо, сделать лесорубку. И были также странные тренинги. Например, меня заставляли кастрировать свина, потому что контекст, если ты хочешь сменить пол, то надо отрезать член. И я такая, типа, я, наверное, у вас очень удивлю, если нет. Ну вот, а на третьем этапе мне уже конкретно говорили, ты здесь будешь бесконечно, пока ты не изменишься. Тебя родители так не принимают, поэтому ты отсюда выйдешь только когда твои родители захотят, мы тебе ничем не поможем. И вообще у тебя психическая болезнь. То есть меня на полном серьезе убедили в том, что у меня есть, например, психическое заболевание. У меня его нет. Я это знаю точно сейчас, но на момент нахождения там люди настолько сильно давили на меня, то есть они приходили и говорили, ты не трансгендер, у тебя психическое заболевание. В итоге меня заставляли это сделать с помощью скальпеля. Я до конца это, конечно, не завершила, потому что неприятно. И в этом весь смысл программы. По сути, смысл программы в том, чтобы научиться думать о себе плохо, чтобы признать свои проблемы. Заставляли меня убить головы индюкам и курицам. Причем, что я говорил, что мне это некомфортно и что это мне сделают очень плохо. А что мне говорили? Ты что, не мужик? Если мужчину заставить давать ему таблетки, психотерапию его, кино его заставлять смотреть целыми днями и говорить, а теперь ты женщина, вот ходи в шпильках и в юбке. Какие чувства у мужчины будут? Ну или у женщины наоборот. А ты там вот давай мужскую работу выполняй, там сексом давай принудительно занимайся. Что будет? Ему будут говорить, до тех пор, пока не излечишься, мы тебя отсюда не выпустим. Он, наверное, будет хитрить и будет стараться подладиться, как бы делать вид, что да, он там переделался и выйти. Ну или будет отстаивать свои права, как-то дольше задержаться. Обоим и одному, и другому будет так же противно думать о том, что он уже женщина или он мужчина, как и вот нам с вами, вот, уважаемые собеседники. Так же противно и трансгендеру, когда ему говорят, а ты теперь мальчик или ты, оп, девочка теперь. Это невозможно убрать. Невозможно это, как не называйте, каким образом это терапия. Это не терапия, это смешно, потому что не будет результата в конце. Хотя я говорю, что в этом реабилитационном центре не работали медицинские сотрудники, но первое время, первые две недели, когда я туда приехала, там была психиатр в штате. Она туда приходила там два или три раза в неделю. Когда она меня увидела первый раз, она сказала мне, что я прекрасно понимаю твое состояние, и я тебе ничего назначать не буду. Но меня как бы все равно пичкали таблетками, которые мне назначили еще другие врачи до попадания в этот реабцентр, она просто не знала об этом. Ее позиция вообще относительно меня, она, видимо, была, ну, непопулярной. И как бы, когда она уволилась, врача не стало. В этом заведении не стало врача. Первые три месяца мне действительно говорили, что вот сейчас все исправишься и тебя отпустим. Но я просто поняла, что это вранье, что действительно они меня держат только по ходу денег моих родителей. Они запрещали мне связываться с моими родителями, запрещали высказывать мнение там по своему состоянию, жаловаться на какие-то условия. Там все это запрещено, это все сразу же попадает. То есть тебе дают звонок максимум дважды в месяц позвонить, максимум семь минут. И в этот момент тебе запрещено задавать вопросы там про твою выписку, жаловаться на что-то. Вообще там запрещено обсуждать практически все, что имеет значение. И уже в конечном итоге мне сказали такое условие, что я выйду оттуда только если я прикинусь мальчиком. Мне уже начали там и сотрудники, и резиденты рекомендовать там срезать волосы. То есть мне уже, на меня начали конкретно давить и говорить, что ты отсюда никогда не выйдешь, пока ты считаешься девушкой. То есть такой ад там происходил. Несомненно, когда мы говорим о лечении гомосексуальности, важно одновременно говорить и в принципе о произволе, которое творится во всех тех реабилитационных центрах. Потому что эта проблема гораздо шире, чем проблема одной только социальной группы. Конверсионная терапия была и в СССР, как форма наказания. В тюрьмах и психиатрических больницах людей пытали и накачивали препаратами. В 1990 году гомосексуальность, а в 2019 году и трансгендерность были исключены из международной классификации болезней МКБ. Однако ЛГБТК-сообщество в России все равно сталкивается с попытками псевдолечения и предрассудками. Политики на законодательном уровне буквально запрещают ЛГБТК-сообществу проявлять себя. В 2023 году Путин подписал указ о запрете смены пола, что означает, что любые медицинские вмешательства, направленные на медицинский переход, включая гормональную терапию, теперь запрещены, за исключением лечения врожденных аномалий. Также в 2023 году Верховный суд России признал движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил ее на территории России. Законов, которые бы защищали ЛГБТК-людей от нежелательных медицинских вмешательств, в России нет. Сбежала я в ночь с 6 на 7 мая, иронично позвонив в полицию. На самом деле мне безумно повезло, потому что предыстория моего побега заключается в том, что мои подруги через депутата Госдумы подавали заявление в полицию. Первая попытка у меня была буквально через полтора месяца после того, как приехала в центр. Она у меня почти получилась, я вышла за территорию забора. Но в чем особенность данного центра? Он находится просто посередине, то есть это такая ограженная территория забором, и он находится посередине, просто леса, рядом находится деревня. И с этой деревней центр активно сотрудничает. Если человек сбегает, то за ним начинается сразу погоня. И, соответственно, меня легко нашли, избили и завлекли обратно в центр. Причем так завлекли, что я просто потерял сознание от того, как сильно меня избили. И у меня даже до сих пор остались следы в виде, например, сколов на зубах. Второй раз я попыталась сбежать в декабре. Я пыталась пролезть под забором, но меня один из часовых сразу увидел. Ну и в третий раз, собственно, это когда я смогла воспользоваться телефоном одного из руководства, которое его в этот раз не заперло в ящик, а случайно оставило на столе. И я смогла позвонить полицию. Буквально через час позвонил руководитель и... Ну, именно директор центра, тогдашнему главному смотрителю. И сказал, что я звонила в полицию. После этого мне подмешали в воду нейролептик. И я только помню вечер, когда я увидела сигнальные огни полиции. И я просто поняла, что, возможно, все-таки за мной приехали. Действительно, после зашла полиция, сказала мое имя, а мы были на улице, потому что у нас было последнее курение днем. После подошли, спросили, ты такая-то, говорю, да? Тебя тут удерживают насильно? Я говорю, да. Собирай вещи. Александра сбежать не смогла. Ее выписали из клиники после того, как она долгое время требовала соблюдения своих прав и вела себя, как сама говорит, протестно. Я пробыла ровно 20 месяцев. 603 дня я пробыла в реабилитационном центре. И еще месяц, тоже ровно 30 дней, я пробыла в этих первой клинике и второй, третий. Вот, то есть до этого. Меня из дома забрали 4 сентября 2021 года. Две недели у меня было просто шоковое состояние такое. То есть мне казалось то, что я разучилась делать все. То есть мне казалось то, что я после этого опыта, я не то, что не понимаю, как мне с людьми общаться иногда в некоторых ситуациях, я не понимала, как мне, на какую работу у меня пойти. У меня же были мужские документы, и еще появился закон, внесли его тогда на рассмотрение, то, что запрет смены документов, запрет трансгендерного перехода, а у меня абсолютно нет денег. То есть меня как выписали. За мной приехал человек, помощник моего отца. Ну, условно говоря, оплатил мне домашний интернет в этой квартире, куда он меня отвез, дал мне в руки, ну, 4 тысячи рублей. Все. Все, после этого была история с моими друзьями, которые помогли мне собрать деньги на комиссию для того, чтобы поменять документы. Это у меня получилось сделать. В таком авральном режиме, как бы, было тяжело очень. И надо сказать, что мои родители, они же, когда эта история случилась, они меня положили, как бы, в эту реабилитацию, но у меня были вещи. У меня была женская одежда, юбка, косметики, там, определенное количество. То есть было какие-то ценные мне вещи. Они были, по словам моей мамы, сожжены с молитвой, что достаточно странно, так как это не очень по-христиански, но тем не менее. В общем, у меня не стало вещей каких-то. У меня не было денег в руках. И мне было очень тяжело, потому что мне приходилось, как бы, по сути, не имея способов какого-то гендерного самовыражения, все-таки продолжать жить оптимистично, смотреть на себя. Я никогда не думал, что человека можно принудительно похитить куда-то, а потом ты с юристами будешь ходить по кабинетам людей в погонах и пытаться доказать, что тебя похитили. Это вот то, что сейчас происходит. Мне приходится ходить в заведение и доказывать, что меня похитили, когда это абсолютно очевидно, и это есть. Но это просто неверифицируемо. Ну, с этим не хотят работать. Если уж мы затронули тему обращения в полицию, то справедливости ради надо сказать, что в случае с этим жестоким обращением в реабилитационных центрах проблема, скорее, в том еще, что подобного рода дела нельзя просто ограничить заявлением в полицию. Это требует серьезной поддержки. То, что мы называем общественным расследованием, когда мы не только находим какие-то новые доказательства и направляем их в следственные органы, а когда мы еще оказываем некоторое общественное давление, обращаемся в прокуратуру в случае, если предварительное следствие ведется недостаточно адекватно, а правоохранительные органы игнорируют те или иные наши ходательства. Поэтому все опять же в наших руках. И я думаю, что благодаря, в том числе, общественной поддержке и вниманию к подобного рода противоправной деятельности, конверсионной терапии, деятельности реабилитационных центров удастся в том числе и найти союзников, коллег или просто добиться того, чтобы все больше людей вставало на защиту этих самых лишних, угнетаемых, помещаемых туда недобровольно. В России у ЛГБТК людей прав фактически нет, но все еще есть организации, в которые они могут обратиться за помощью. Список этих организаций вы можете увидеть в описании к этому видео. Вот у меня близкий человек говорит, что он нетрадиционной сексуальной ориентации. Скажите, пожалуйста, занимаетесь ли вы таким, лечите ли? Ну, именно лечение такого не проводится нигде. Можно походить к психологу для стабилизации состояния, но именно лечение не проводится.